Да, Светочка, что мы делаем сегодня? Точно сказать не могу. Могу сказать, что просто это свиная вырезка. Так, покажи вырезку. Вот, замаринованная мной уже. Но что тут получится, мы посмотрим потом. Ну, а общая идея? Значит, общая идея, вот как мы уже много раз готовили в этой нашей замечательной штуке. Это мультиварка? Мультиварка, да. Значит, мы берем тоже яблочный сок, немножко яблочного уксуса, а дальше мы положим сюда. Еще раз, кроме сок и уксуса? Да, там сок и уксус. Яблочный сок и яблочный уксус. Да, ну чуть-чуть уксуса, совсем чуть-чуть, потому что это вырезка. И буквально мы положим ее сюда на решетку, так, чтобы она не касалась ни яблочного сока, ни уксуса, буквально на 15 минут. И после этого мы ее немножечко в духовочке запечем. Подождите, значит, на 15 минут она будет в мультиварке? Да. После чего мы намажем майонезиком, положим в духовочку, чтобы она чуть-чуть подрумянилась. Все. Просто. Очень. Да. Поэтому, но это я все сама придумала, как оно получится, же им покажет. Ну, мне кажется, испортить вырезку-то нельзя. Вырезку, ну как? Огнем и ничем. Нет, ну подожди. Во-первых, чтобы она была готова. То есть, время 15 минут я придумала. На, крути-ка. Держи банку, я буду. Время 15 минут я придумала сама. А у меня идея, клубнику мы вымажем и почистим. Вот это очень мудро. Да? Да. Так, давайте клубнику покажите нам. Потому что вымытая и почищенная клубника съедается гораздо быстрее, чем не мутая и не почищенная. Вот это. Глубника, друзья, только что с полей, с огорода, вы знаете, это место. Исключительно органически. Пахнет, не то слово. Да. Она органическая и она органично вписывается. Вот. Вот мы налили буквально совсем чуть-чуть, потому что 15 минут не срок, нечего много наливать. Совсем чуть-чуть. В чем смысл яблочного сока-то? Ты знаешь что, я вот поняла, делая ребрышки, да? Так. Это просто еще раз, я же сама придумывала это. Ну-ну. Делая ребрышки, что яблочный сок с уксусом очень хорошо все готовит. И не только яблочный сок. Если вы для этого используете апельсиновый сок, оранжевый, эффект будет не вкусно. Так, друзья, у нас еще один участник готовки. Так, представляемся. Я представила. Меня зовут Жанна. Вот. Жанна, можно так, Жанна Питерская. Хорошо. Годится. Значит, Жанна будет участвовать в готовке. Уксус, покажи мне этот самый лейбл, покажи. Да, органический. Кадя. А яблочный уксус, да? Да, никаких. Буквально совсем чуть-чуть, потому что яблочный сок немного. Давай так. Кисло пахнет. Это еще даже не капнуло, друзья, а уже кислом пахнет. Ой-ой-ой. Может разболтать там? Да, ну разболтается, не волнуйся. Оно закипит и будет тут. Значит, давай теперь мясо, да? Да. Теперь я хочу сюда положить эту вырезку. Сейчас я, наверное, передник одену. Друзья, вы видите Светлану в национальном мексиканском переднике. Следочка, покажись нам издалека. Национальный передник. Просто, чтобы не забыли. Я хочу сказать, синенький сверху и желтенький снизу дополняют очень хорошо цвета мексиканского флага. Написано Пуэрто Ваярто на свете. Так, давай. Берем мяско. Мяско. Ой-ой-ой. Вот оно замаринованное. Ой-ой-ой-ой. Теперь попрошу, чтобы оно не провалилось туда. Ну да, да, да. А оно что, в сале, что ли? Это не сало, это чеснок. А, сори. Послушай, пахнет чесноком, друзья. Как пахнуло чесноком. Как пахнуло чесноком. Это прямо, знаешь, как-то библейские запахи такие, ветхозаветные. Так, смотри, как мы ее тут разложили, тут красивенько. Как, все. Хорошо. И теперь на огонь. И теперь на 15 минут. Друзья, есть время закрывать кастрюлю и есть время открывать кастрюлю. Открываем. Оп. Так, она немножко подостыла уже. Нет, она подостыла в том смысле, что ее можно открыть. Да. Теперь наша задача, как бы это дело все обсудить. Ох, как чесночком пахнуло, Света. Да. Я тебе уверяю, что наши зрители через камеру чувствуют чесночок. Может быть, надо взять салфеточку с этой и салфеточкой поднять. Надо вот эту решетку, в принципе, можно поднять вместе с решеткой сюда положить. Да, давай я сделаю. Ты сделаешь? Да, давай мне две салфеточки, чтобы руки не обжечь, и я сделаю. Вы видите, друзья, что осталось внутри кастрюли после того, как я интеллектуальным усилием передвинул на этих проволочках свинину. Друзья, если бы вы знали, как пахнет этот чеснок. Вот, но вот вы представьте себе лучшее, что вы можете представить с чесноком. Это будет оно. Но это не только чеснок, тут на самом деле еще, в чем оно маринговалось. Майонез, друзья, майонез. Светик, а вот как ты считаешь, что с теми зрения здоровой и вкусной пищи? Я считаю, что майонез это самая здоровая и вкусная пища. Скажу почему. Давай. Потому что все заменители майонеза, в них много сахара, в них добавлена химия какая-то, в них что-то. А здесь просто яйца, горчица и масло оливковое. Все. А почему же говорят все, что вот майонез, как плохо майонез? Ну, когда-то говорили, что холестерол вредный, а теперь говорят, что холестерол вредный. Нет, давай не будем. Просто холестерол. Вот у нас врач есть. Доктор, что у нас такое с майонезом? Да, что у нас такое с майонезом? Вы знаете, у меня своя теория на этом. Давайте, вот, давайте. Если вы съедите сейчас вот этот кусочек. Да. Так он еще стечет. Да, и испытаете при этом неописуемое удовольствие. Удовольствие, у вас организм сам скажет вам, что вам хорошо. Да. И вот это вот самый лучший способ тестирования. Ля натюрель. Ля натюрель. Мы тут пару дней назад, не пара дней, в прошлые выходные ездили. А что ж ты как-то скромно мажешь? Ну, 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 я хорошо все мажу. Ему нужна корочка. Окей. Да, чтобы оно не высохло. А, только для корочки. Друзья, это же только для корочки. Господи. Не, ну, чтобы оно не высохло. Раз здесь оно в воде, оно не сохнет. Так. Ну что, все, да? Ну, нет, еще не все. Мы посыпем еще нашим замечательным присыпкой нашей. Вот, друзья, у нас мамаситус осталось буквально на донышке этой присыпочки. И давай. Ну, мы уже знаем все про эту мамаситу. Мы все знаем про мамаситу. Так, что у нас там, вот шел разговор про то, что меняются способы чего. Да, что если у человека достаточно ферментов и энзимов, чтобы переварить какую-то определенную пищу, то он ее с удовольствием съест и переварит, и все нормально. Если же нет, то самая лучшая, самая изысканная, самая здоровая еда окажется ни к чему, и она будет вредной, и вы будете испытывать изжогу, и тяжесть в желудке. То есть не смотри на то, что ешь, а спроси себя, есть ли у меня достаточно энзимов. Да. То есть хорошо ли тебе? Вот я хотела как раз по этому полу сказать, что мы на прошлые выходные ездили, ну, наши друзья здесь останавливались, у них кемпинг был, и там у нас есть приятель, которые очень вкусно готовят свинину. И он сделал такую вот поросятину, запеченную дома, и это шло просто как крем. Да. И мы пришли домой, оба и сказали, слушай, мы поели, и вообще нет никакой тяжести. Вообще просто. Это было что-то. Поэтому, друзья, ешьте свинину, это не по поводу кошерных еврей. Подожди, ты про эту свинину тоже имел? Да, это вырезка свиная, я думаю, что это. Все, друзья. Это тоже свинина, да? Да, это свиная вырезка. Вот она, вот она свининка. Сколько она погула там, Свет, в духовке-то, сколько? Я думаю, минут 15. 15 минут на какой температуре? 400. 400 градусов Фаренгейта? Да. Это неплохо. Она выглядит, знаешь, даже как кондитерское какое-то изделие. Очень веселая. Выглядит неплохо. Ресторанного качества, друзья. 400 градусов на 15 минут. Ну, то есть 15 минут. А уже что-то не пахнет курс чесноком, нет? Нет, ну пахнет, но не так. Ну, не так, конечно, потому что чеснок от горячего, конечно, он неходит. Да. Друзья, вы видите, свининку порезанную. Ты покажи, ты же видел, что он тут поджарен? И, значит, вот тут винегретик у нас. Ну, нормально все так. Огурчики, помидорчики там. Рыбка копченая, это Света закоптила. Ну, в общем, хорошо все. Тут красненькое вот у нас так подошло удачно. Цвет хороший, все. Значит, сейчас Светлана будет держать камеру, а я для вас, друзья, по нашей традиции, съем кусочек, вот, и расскажу вам, как оно, чего держит в этой камеру. Главное, чтобы не пересохло, Миша. Да, я снимаю, я для наших зрителей всегда съедаю все и выпиваю. Чесночок чувствуется. У меня он не пересушенный. Ты знаешь, если к этому добавить огурчик соленый, маринованный. Это не маринованный. А какой это? Это исключительно соленый. 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 Или свежий. Что мы это самое теоретическое в дискуссии ведем? Ну, так, переченье тоже подавляющее. Да. Нет, оно не пересушенное. Очень даже хорошо. Очень даже хорошо. Поэтому, друзья, значит, мы приступаем к трапезе мысленно. Я знаю, что вы с нами. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.